Салам алейкум, друзья, работягам, трудягам, кто есть по ту сторону экрана. С вами я, Фарид Надиров, дрифтер, блогер, стоматолог. Тот самый, про которого вы забыли, типа, что я стоматолог. Но нет, нет, все то же самое. Сегодня я решил снять для вас обзор в своей клинике и рассказать, как самому открыть с нуля стоматологическую клинику. Значит, что для этого нужно? Я вам все покажу, но для начала расскажу теоретически. Вам нужно тысяча одно помещение посмотреть. Почему одно? Потому что обычно тысяча одно и подходит вот это вот последнее. Есть два путя развития событий. Или вы берете в аренду его, или на выкуп. Это уже ваше дело, зависимо от финансов, возможностей, все дела. Наш выбор пал в Девяткино, Мурино. Это спальный район, густонаселенный. Я считаю, что перспективно. Ну, а дальше больше, как говорят мои братишки. Поэтому после того, как вы посмотрите тысяча одно помещение, вам обязательно нужен дизайнер, проектировщик и лицензионщик, так как это направление требует своей лицензии. И лицензия выдается на помещение. То есть, если вы решите переехать, или там, я не знаю, открыть еще, лицензию надо будет делать заново. Поэтому, не знаю, тут двоякая ситуация. Иногда падают споры, как лучше. Или выкупить помещение, или взять в аренду. Это уже решать самому. Иногда выгоднее взять в аренду, иногда лучше купить, так как все равно лицензия дается только на это помещение. У меня была в жизни неприятная история с арендой. У нас уже была первый раз аренда. И меня оттуда выгнали чуть ли там не одним днем. Так как пришел другой арендатор и предложил больше, чем я. Это никак не связано было с моей сферой. Фикс прайс, насколько я помню. И они просто перебили меня ценой. И им отдали это помещение. Договор я не зарегистрировал и попал в такую ситуацию. Поэтому я сторонник того, что взять ипотеку, оформить что-нибудь, я не знаю. Но выкупить помещение в будущем, или начать с чего-то, и выкупить его, если есть такая возможность. И обязательно, чтобы не сталкиваться с такой ситуацией. Не дай бог это никому. Грубо говоря, меня выставили на улицу со своей аппаратурой. И совсем просто. И я не знал, что делать. Для меня это был такой переломный момент. Но я не сдался. Мы не сдаемся же, да? Сделали все заново. Отремонтировали. Сделали еще лучше, я считаю. Зона комфорта. Я, наверное, попал в эту зону комфорта. И ничего, ни о чем не думал. Сидел себе, кайфовал. Но что не случается, то к лучшему. И это меня подбило, что нужно сделать лучше. Еще, еще, еще не останавливаться на дном. Что вам для этого нужно? Для начала вам нужен проект. Для этого вам нужен будет обязательно. дизайнер, проектировщик, который нарисует все, что необходимо. Но он это будет делать в соответствии с требованием лицензионщика, которое у вас обязательно должно тоже быть. Когда вы выберете помещение, его тоже надо приглашать. Чтобы его устраивало все по медицинским нормативам. Так как по лицензионным нормативам. Как-то, как называйте, как хотите. Там должны быть все кабинеты. Там должно... Давай покажем, как это все выглядит. План помещения, сколько кабинетов, размеры кабинетов, обмерный план, схема установки кресел, всего остального. Где что должно стоять. План монтажа, демонтажа, стен, как именно все должно быть тоже. Ну, это на самом деле обычный план, вы это должны понимать. Но самое основное здесь, наверное, сантехника. Так как каждая установка должна стоять в определенном месте. Чтобы не было лишних проводов. Ультразвуковые лампы должны стоять в определенном месте. Чтобы везде было электричество ко всему. Чтобы не торчали провода, так как лицензионная палата этого не любит. И вообще это неудобно. И все должно быть аккуратно, красиво. Визуализация. Опять же таки, без визуализации никуда. Ну, можно обойтись без этого, но я думаю, нет. Тоже давайте покажем, как это выглядит. Визуализация выглядит у нас вот так. Это делают вот так. Рисуют все. В формате. Как это все выглядит. Как будет выглядеть коридор. Там кабинеты и все остальное. И уже по этой визуализации делается ремонт. Ну, обязательно надо найти тех людей, которые умеют делать этот ремонт. Потому что в медицине у меня есть какие-то такие нюансы. Которые не каждый день встречаются нам. И об этом я вам сейчас расскажу. В принципе, это у нас зона администратора. Ресепшн. Здесь встречаются все. Здесь должна была быть красивая мишка. Вот такая мишка, которую нам... Вот такая мишечка очень красивая. Очень красивая по дизайну. Но, как всегда, на листочке все очень красиво. Но я связался, опять же таки, не с нормальной компанией, которая это все делает. И это все вышло ужасно. Они пришли, продрявили. Ничего не повесили. Мне не понравилось. Короче, мы с ними разбежались. В итоге повесили только надпись. Вот эти указатели, которые должны быть. И все. На этом мы остановились. Так как подбирайте правильных мастеров и правильные компании, которые предоставляют вам какие-то услуги. Что обязательно из того, что должно быть? Это потолки, например. Это обязательно. Если в помещении, которое вы смотрите, потолки ниже 2,6 метров, то даже не тратьте свое время. Это бесполезно. Если там тамбур, тоже не тратьте время. Это тоже тяжело будет залицензировать. Значит, обязательно потолки. Обычное помещение полноценное. Два выхода. Лучше тоже это обязательно. Кабинеты. Кабинеты, смотря от того, что сколько выходите кабинетов. Кабинет должен составлять 14 минимум квадратных метров. Это минимум. Обязательно должны быть кабинеты 14, ординаторская, зона ресепшена, ССО. Это там, где обрабатываются все материалы. Все чистится, моется, стерилизуется. Ну и кабинет отходов. Класса Б. Ну и вроде как, если я ничего не забыл, все. Но есть такие тоже нюансы. Если вы хотите добавить обязательно детскую стоматологию, у вас минимум должно быть 3 кабинета и 2 санузла. Один санузел должен быть для взрослых, один санузел должен быть для детей. Ну и кабинет. Два для взрослых и один отдельно для детей. Вроде все. Я по дороге, если я буду что-то вспоминать, я обязательно буду рассказывать. Тогда пойдем, я покажу, что у нас есть и как мы это все сделали. Здесь всякие дизайнерские моментики, да, там все дела. Шкафчик там, да, для карточек. Тут должен быть обязательно там карточки, все дела. Пол. Я прошу обратить внимание на этот бесподобный пол. Ну, мы там дальше тоже это все снимем. Есть тоже разный вариант из половства, на самом деле, насколько я знаю, есть керамогранит, кафель и вот это наливной пол. Я с этим вот столкнулся недавно и сделал это вот очень крутое, что может быть, мне очень понравилось. Он немножечко мягкий, немножечко мягкий. И когда у вас рук падает, дорогая какая-нибудь керамическая конструкция, она не разбивается. А на керамограните, если выранить какую-нибудь там работу на шести имплантах, подкову, и она просто разлетится в дребезги. У нас это просто происходило, я знаю, и вы заново будете платить за эту работу. Поэтому надо быть аккуратным с этим. Он достаточно очень красивый. Его можно в любом цвете, в любой раскраске. И он доступный и комфортно, удобный. У нас тут, я уже говорил про указатели, двери, надписи. Вот так сделали сверху, я не помню, что это за материал, но очень красивый. Двери обычные, белые, опять же таки моются. Это у нас ординаторская вставка. Дальше у нас рентген-кабинет. Кстати, у нас помещение 92 квадрата, выбор полный. И этого было достаточно для трех кабинетов, двух санузлов, ординаторской, кабинета отходов и рентген-кабинета. Но рентген мы еще не поставили, так как рентген минимальный, нормальный, начинается от 4,5 и выше. Поэтому чуть-чуть, ну для него уже все подготовлено. Обязательно должна быть рентген-дверь. Это обязательно. У нас свинца, все дела ничего не пропускаются. Внутри помещения должно быть все в боритовой штукатурке. Или есть специальные такие настенные панели, которые ставятся. Тоже как вариант может быть. Должна быть камера, то есть снаружи, чтобы было видно, что внутри происходит. Если, по-моему, насколько я не ошибаюсь, 12 квадратов минимальная площадь, чтобы все поместилось. Да, 12. То есть, чтобы поставить КТ, ортопантомограмму, эцефалостат, должно быть 12. Но этого всего нельзя ставить, если у вас нет прицельного. Да, есть такое дело. А с Нового года я вас хочу поздравить. С Нового года, это такая неприятная новость от меня. Запретили открывать стоматологические клиники. Мы еще успели не попасть в эту суету. Но со следующего года теперь нельзя открывать стоматологические клиники, если в нем нету рентгена. Поздравляю. То есть рентген вам придется ставить обязательно. Да, но мы тоже поставим. Это очень крутая штука. Это удобно. Справа у нас туалет для гостей, для взрослых, все дела. Слева тоже у нас санузел, тоже туалет. Сделали, знаете, шкафчик такой, секретный шкафчик, который открывается с нажатия. Очень такой красивый, мне нравится. Никто не знает, что здесь шкафчик. Да, ты знаешь. Еще бы знать, как он закрывается. С левой стороны у нас хирургический кабинет, да, кабинет хирургии. Тут есть тоже свои нюансы. Стоит тоже камера, потому что у меня в одно помещение рентген не поместилось и прицельный, и КТ, потому что помещение немножко меньше площади. В такой ситуации вы делаете площадь чуть меньше. Цензионщики скажут, какой площадью можно обойтись. Вы ставите туда КТ и большой цифалостат и все остальное. А в кабинет уже можно поставить обычный прицельный снимок. Но это расходы для вас лишние, потому что... Пойдемте, расскажу почему. Потому что у вас должно быть весь кабинет, тоже этот, где стоит рентген, тоже должен весь быть в боритовой штукатурке. Это обязательно стоит. Там, где стоит рентген, там боритовая штукатурка. Это лишние расходы, это дополнительные, точнее, расходы, которые нужно будет потратиться. Если можно это сделать в одном кабинете, лучше это сделать все в одном кабинете. Свои нюансы хирургии. Должна быть очень гладко стираемая моющая поверхность. Ну, тут все поверхности моющие, но именно в хирургии. Кафель, это обязательно. Все стены должны быть в кафеле. Это прям такие условия. И так как у нас здесь рентген, нам пришлось сделать занавески. Свинцовые двери от окон, чтобы никого не облучать. Они вот так выглядят. Эта штука тоже вышла в хорошую копеечку. Потому что по-другому нельзя. Если нет таких занавесок, грубо говоря, вы можете кого-то облучить. Закрыл и делаешь спокойно свой рентген. Ну, рентген тут тоже будет. Вот здесь он будет висеть. Для него все есть, все есть. Только надо поставить. Так вот, если хотите, чтобы все это можно скинуть, там, я не знаю. Здесь у нас дизайнерский подход. Мы сделали стену не обычную, а стеклянную. Она очень красивая, прям с собой бомба. Обычный кабинет, установки, тут все попроще. Тут обязательно умывальник, установка. И стена должна быть тоже моющаяся. Это может быть или обои, или моющаяся краска. Ну, и потолки. Тут должны быть потолки подвесные. В кабинетах должны быть только подвесные. А здесь у нас в коридоре, видите, мы поставили гирлято. Можно в коридорах сделать гирлято. То есть это ничего тут страшного. Даже лучше, чтобы все видно было, вся конструкция, что происходит наверху. А в кабинетах только подвесные потолки. Поэтому, давайте вот так сделаем. Поэтому вариантов особо у нас нет. И даже нельзя на весны, кстати. Только подвесные. Кабинет отходов. Там смотреть нечего. Стоит просто желтая мусорная такая штука, моющаяся. Отход класса B. И вот у нас тут тоже такой дизайнерский элемент. Тут панда. А, у нас стоматология называется панда клиник. Почему панда клиник? Потому что, я не знаю, хотел что-то легкое, что-то простое. И независимо от стоматологии. Далеко, чтобы никто не боялся, кто-то идет там в зубодер, вырви зуб, еще что-то там. Я не знаю, это все 33 пульпита или там еще что-то. Я не хочу, не хотел. Стиль был черно-белый. Я думаю, должна быть панда. Знаете, приятно. И на всех языках мира панда есть панда. Наши прекрасные мастера, которые вот должны были вот это вот все повесить, грубо говоря, рекламщики. Они просто не доделали ухо. Вот какие люди бывают. А тут будут фотографии сотрудников, кто у нас работает. Ну, выбирайте тщательно, кто вам это все будет делать, чтобы не испортили дизайн, который вы будете рисовать. Тут у нас коридорчик, коридорчик, коридорчик. Тоже красиво, стеклянно. Я не знаю, что, гулять так гулять. Тоже здесь у нас обычный кабинет. Ничего такого. Тоже все стены моющиеся. Обычный потолок, как все должно быть. Умывальник, рабочее место. Все, все как обычно. Установка, компьютер, ну и мойка. Кабинет ЦСО. Это кабинет стилизационный, где находятся все инструменты. Где стилизуются все инструменты. Проходят обработку методов. Все остальное. Это мы решили сделать. Вот здесь так и написано. Стерил, да? Ну и в принципе все. Если будут какие-то вопросы, если вас что-то интересует, я с удовольствием вам на все вопросы отвечу. С удовольствием помогу, чем смогу, подскажу. Это на самом деле я решил снять этот ролик, потому что очень много друзей, с которыми я учился, с которыми знаком, очень много часто мне задают вопросов, как открыть свою клинику. На самом деле все очень достаточно просто, если все это знать и иметь нужных людей. Это дизайнер, проектировщик, которые когда-то уже делали стоматологические клиники. Или именно просто клиники, связанные с медициной. Потому что есть нюансы, которые надо знать. Это компрессор, кабинет отходов, как все это будет проходить. То есть не только сантехника от умывальника, а еще и от установок и все остальное. Лишние проводки, все такое. Это все должно быть. Я надеюсь, что я максимально донес до вас информацию. Если что-то где-то забыл, я извиняюсь. Такое бывает. Но если хотите, если есть у вас бешеное желание, не надо ни в чем себя останавливать, думать о чем-то. Надо обязательно брать и делать. Я это сделал два раза и ни о чем не жалею. Мне было тяжело, когда я начинал. Я уверен, что если бы у меня... Я искал там тоже в интернете, как это все сделать. Был бы такой ролик, я думаю, он бы мне достаточно сильно помог. Я думаю, вам он тоже поможет. Всех обнял, всех поднял. Был с вами Фарид Надиров. Я дрифтер, блогер, стоматолог. Как говорится, так и пишется. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки, колокольчики, все остальное. Для меня это важно. Я думаю, что если я начал, как бы вы тоже там... Не надо стоять в сторонке. Не стесняемся. Подходим. Закидываемся. Как говорится, так и пишется. Самополечивайтесь. Кто не с нами, тот с Киркоровым. Давайте. Всеphemент. Ч relação. До встречи. Как ответ. Сп aesthetics. Пред passed. Руки воздушные. Из-за с Pix водой. Отс рублей. Из-за с L�� anticipating. В husband were raised. Из-за с Умогом. Тебя остается долбит. Ты не можешь ни к чем-то вид buying-то, тебеjor망. У тебя! Её! Я меч с неitted. Ты не можешь петь. Ты в любомoco белом. Уб. Я, Киркоровый. Уб. Ты не научилード. Продолжение следует...